Если n больше, чем, то при черном n они определяют не менее, чем n разных направлений. И они определяют не менее, чем n-1 направлений, если n и черный. Давайте я ввожу картину, она сейчас уже адресованная в доске, и объясню, что такое направление, и примерно, о чем здесь вспомнил. Точень 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь расстояние подоблено так, что вот эти два ответственных равны, и вот эти три ответственных тоже равны. Направление у меня здесь обозначено буквами a, b, b, e, e. Смотрите, направление a, это вот такая прямая. Направление b, это вот такое, оно чуть-чуть повернуло с отношения к нам. Направление b еще сильнее, повернуто, g сильнее, d сильнее. Направление, как видите, совершенно не так. Я сразу буду объяснять, что такое точки видны в некотором направлении. Вот смотрите, если взять почти горизонтальное направление, можно чук-чук-чук повернуть. В таком случае, точки на репутеплярный экран отобразятся в таком порядке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если будет 5-ти поворот вплоть до направления a, то в этот момент у вас поменяются местами 5-я и 6-я точки. Я вам показал, как это. 5-я и 6-я точки поменяются. Дальше я поворачиваю еще прямую сильнее. И направление превращается в направление b. Меняются местами 1-я и 2-я точки. Понимаете? Дальше у меня происходит такое важное действие. Три точки на одну прямую. 1, 3, 6. И они переставляются. Было 1, 3, 6. Стало 6, 3, 1. Поворачиваю еще дальше. Дошел до прямой b. В этот момент переставились точки 1, 4. Дальше прямая b. Переставились 1, 5. Вот это показано. Теперь такой момент очень важный. Прямая b. 2, 3, 4, 5. Переставились при прохождении через. Из каких точек она состоит? Точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Надо прямой. Вот эти вот вертикально на одноком стоять. Здесь на одном и том же стоять. Посмотрите, пожалуйста, как выглядят эти направления. Вот смотрите, что у нас будет происходить. Пока прямая почти горизонтальна, идут они в таком порядке. Да? На переставленный кампус. В какой-то момент мы доходим до прямой 1, 2. Так, кстати, здесь стоит отметить каждый раз, какие точки менялись. Знаете, дошли до прямой 1, 2 и у нас поменялись местами 1, 2 и 7, 8. Понятно? Потому что 7, 8 параллельно с 1, 2. Отлично. После этого дошли до прямой 1, 3, поменялись местами 1, 3 и 6, 8. Дошли до 1, 4. Сейчас поменяются 1, 4 и 5, 8. Да? Поменяются. После этого дошли до вертикальной прямой. Вот это. Так, на будущее мы все время будем проводить вертикальную прямую. И вот такую ситуацию будем называть касательной. Такую будем называть пересекающей. А вот такие операции будем называть обычными. Не пересекающей, не касательной. Итак, на картине. Вот если у меня есть левая половина с точки правой, то когда не хотя бы одна точка переходит из левой в правую, это называется пересекающая. Когда хотя бы одна точка, не пересекающая, но хотя бы одна точка, расположенная непосредственно с левой или справа в вертикальной прямой, не переходит, называется касательной. И соответственно, когда ничего такого нет, называется обычная. Итак, что происходит дальше? 1,8 поменялись местами. Дальше направление стало. Меняются местами 4 и 8. Это опять касательная операция. Потом меняются местами 3, 8 и 1,6. Потом будут меняться 2, 8 и там одновременно будет меняться 1,7 и после этого супероперация происходит. А именно вот эти вот точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, такая огромная пересекающая операция. Они меняются полностью и возникают. Заметьте, в начале числа от 1 до 8 шли в порядке возрастания. В конце числа от 8 до 1 идут в порядке возрастания. Между прочим, если бы мы встали руки дальше, то совершенно понятно, что от этой перестановки мы бы прошли корень. То есть, в принципе, можно представить себе, что движение происходит по кругу, дошли и дальше опять пошли, пошли, пошли.